Американский вертолет У-60 Черный Ястреб Американский ястреб хуже летает в Афганистане состоит в том, что мощности двигателя У-60 не хватает. Силовая установка американца крайне зависит от высоты и разреженности воздуха. Чем больше он разряжен, тем больше необходимо сжатие для выдачи энергии в камере сгорания. В данном смысле Ми-17 создавался с большим технологическим заделом, что позволяет вертолету не страдать высотной болезнью. Как боевые винты крыла и машины США. Ведь такая проблема наблюдается не только у Черного Ястреба, но и у Апача и Ченука. Ми-17 является фактически идеальным афганским бойцом, поэтому неудивительно, что США. В теле поддержки Афганистана требуют заменить его на свои, явно уступающие в технической части вертолеты. А ведь высотные характеристики могут оказать порой крайне важное значение для боя и спасения жизни. Учитывая, что данный тип самолетов рассматривается для транспортировки пехотинцев, порой возникает необходимость в их эвакуации из горячих точек. Силовая установка Черного Ястреба позволит ему взять куда меньше людей, чем это. Сможет сделать Ми-17, пояснил Дрозденько. Стоит отметить, что сравнение идет лишь базовых комплектаций и вертолетов. Если учитывать, что Россия поставляла в Афганистан модернизированное винтокрылое машинами 171Ш с усовершенствованным вооружением, то Черный. Ястреби рядом не будет стоять с вертолетом РФ по боевым возможностям и функционалу. Один хочешь знать больше? Подпишись на наш блог в Яндекс.Дзе. Мой профиль. Редактировать профиль. Создать свой виджет о сервисе. Выход. Загрузить из интернета. Добавить изображение. Загрузить изображение. Войдите через социальную сеть или анонимно. Войти как гост. Разрешить. Публиковать. Комментировать. Новые. Новые. Лучшие. Ранее. Подписаться. Поделиться. Новые. Комментарии. Никто еще не оставил комментариев. Станьте первым. Точка. Следующий. Комментарии. Комментарии.